Мы рады вас приветствовать И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем труля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Всем ребятам, всем трулятам было веселей. Я много раз сам видел, как подметают. Да, ну тогда давай, начинай. Давай. Подожди, подожди. Ты как метешь, на себя или от себя? Я? Да. На тебя? Нет, тогда давай лучше я. Давай. Стой, стой. Надо же мести к двери. Зачем? Так полагается, чтобы у двери собрать мусор в совок и вынести. Это все теория. А на практике я мету вот сюда, под диван. И чисто, и быстро. Да? Да. Зато теперь под диваном грязно. Ну и пусть. Под диваном же не видно, там никто не ходит. Нет, так нельзя. На диван садятся люди, будут дышать пылью. Давай сюда, Венек. Я знаю, куда мести. Давай. Куда? Куда, куда, куда ты метешь? Вот сюда. Под шкаф. На нем никто не сидит. Правильно. Ой, пыль какая. Подожди, так ведь нужно подметать не в сухую, а с водой. А ну я знаю. Сейчас. Давай сюда, графин. Давай. Сейчас, минутку. Что ты делаешь? Как что? Поливаю пол. А надо мочить веник, чтобы пыль к нему прилипала. А ты развез грязь по всему полу. Теперь придется мыть. Мыть? Да. Вот и хорошо. В следующей передаче мы будем учить ребят, как правильно мыть пол. Верно. Что такое? Что такое? Что здесь происходит, ребята, а? А? Что это вы такой потоп устроили? Послушайте. Ну подумайте, какую грязь развели, а? Это не я. И не я. Да? Да. Может быть, вы хотите сказать, что это само по себе все устроилось, а? Ну, может быть. Трудно сказать. Мало того, что вы меня беспорядок здесь устроили, вы еще не признаетесь, да? Как только не стыдно. Особенно вам, вам. Вам, вам. Почему мне? Потому что вы старший. Ну и что? Вот вы меня ругаете, а сами не знаете, почему у меня все из рук валится. А может, у меня бабушка заболела. Да? А может, я сам больной. Может, у меня температура высокая. Грипп у меня. С осложнениями. Вы сначала мне градусник поставьте, а потом уже отчитывайте. Ого, дает. Никакого у него гриппа нет. Все-то он насочинял. Вот, ребята, о таких болтунах мы будем говорить в нашей радионяне. Будем их высмеивать. Вот я, например, я никогда не вру. И дома помогаю, полы мою, в магазин хожу. И готовить я умею лучше всех. А пуговицы пришивать? Да у меня по пуговицам первый спортивный разряд. А в очереди, ребята, я стою ну просто лучше всех. То есть быстрее всех. Всегда без очереди. Понятно. Понятно, понятно. Вот о таких похвальбушках мы тоже будем говорить в радионяне. Да-да-да, обо всех бездельниках, сонях, прогульщиках, обо всех лентяях. Пора вставать, Сереженька, пора вставать, Сереженька. Проспишь весь выходной. Какие вы хорошие, какие вы хорошие. А может, я больной. А может, а может, а может он больной. А может, а может, а может я больной Макушку мелом выбелил, макушку мелом выбелил А может я седой Штаны сползли, Серёженька, штаны сползли, Серёженька А может я худой А может, а может, а может он худой А может, а может, а может я худой Дай слово не опаздывать, дай слово не опаздывать, ни в школу, ни домой Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может я не мой А может, а может, а может он не мой, а может, а может, а может я не мой А может, а может, а может, он немой А может, а может, а может, я немой Немой, а сам нагородил, немой, а сам нагородил Три города Бавранья А, какие вы хорошие, какие вы хорошие А может, я не я А может, а может, а может, он не он А может, а может, а может, я не я Очень хорошая песенка И веселая, и поучительная Написал ее композитор Юрий Турнянский И еще мне нравится, что взрослый поэт Михаил Танич Написал песню для ребят Потому что писать стихи и песни Вообще трудная работа, а для ребят особенно Ой, писать стихи трудная работа Чего же мне трудного Придумал себе рифмы Трамвай, не зевай, дуралей, пожалей И все, и готово стихотворение Пожалуйста, мчит по улице трамвай Октябренок, не зевай Если сам ты дуралей Папу с мамой, пожалей Ну как? Блистательно Я даже не подозревал, что писать стихи так просто Расплюнуть Только рифмы давайте, мы вам такое насочиняем Хорошо, пожалуйста Я вам сейчас предложу рифмы, а вы сочиняйте И сочиним, не сходя с места Ладно, записывайте Рифмы будут такие Одинокой, далекой Голубом, родном Свищет, ищет Скрипит, бежит Лазури Бури Золотой Покой Записали? Записали Ну и рифмы Свищет, ищет Бежит, скрипит Ну ничего, ладно Будем сочинять Значит так Одинокий, далекий Голубом, родном Про природу Жаворонок Жаворонки Теряют Покой То есть Я даже не подозревал Что со мной рядом живет такой великий поэт Просто певец русской природы Молодец Ну а у вас что получилось интересно? У меня стихотворение посвящается другу Геологу Я сегодня совсем одинокий В кресле сижу голубом Где ж ты, о друг мой далекий Я о тебе скучаю, как о родном Соловей где-то в ополе свищет И сверчок под забором скрипит А мой друг полезный и ископаемый ищет И с рюкзаком по полям и по горам он бежит Я от горя синей стал лазури Пропал мой загар золотой Мне теперь одному приходится встречать разные бури И от этого я совсем потерял покой Потрясающе Соловей где-то в ополе свищет И сверчок под забором скрипит Да, мы еще и не так можем Ну, я в этом совершенно уверен А теперь поговорим серьезно Честно говоря Это ужасно, друзья мои Ну? Да, да, да Это не стихи Это издевательство над поэзией Издевательство? Николай Владимирович, смотрите, какие рифмы Одинокий, далекий, голубом, родном Да с такими рифмами никто не смог бы написать стихи Да? Да А вот Лермонтов смог Помните? Белеет парус одинокий В тумане моря голубом Что ищет он в стране далекой Что кинул он в краю родном Вот что значит настоящая поэзия Ну, ничего, ничего, друзья мои Вы не огорчайтесь Надо вам сказать Что ребята нам иногда такие стихи присылают Пожалуй, не лучше ваших Вот, например, минуточка Вот Скромная ветка сирени Тихо упала на грудь Милая радионяня Ты про меня не забудь Хорошо Про природу И про радионяню Вот именно в огороде Бузина А в Киеве дядька А вся природа-то в чем? В скромной ветке сирени И вообще, что значит скромная ветка сирени? Что она, застенчивая, что ли? Интересно, а что бы было, если бы эта ветка сирени Упала бы не на грудь, а, например, на спину Или просто на землю Что ж, ей приходится специально падать куда надо Для рифмы Тогда можно было бы и так сказать Скромная ветка сирени Скромно упала в тиши Милая радионяня Ты мне скорее напиши А что ж здесь плохого? Веселые стихи Почти песня Правильно А давайте мы возьмем некоторые стихи Из тех, что прислали ребята И сделаем из них песенку И пусть ребята сами скажут Что в этой песенке хорошо, а что плохо Не беспокойтесь, пожалуйста Ребята отлично в этом разберутся Музыка Море гушует, клокочет Камни срываются дна Словно сказать оно хочет Радионя не нужна Розу увижу, срываю Ну а сирень берегу Все и всегда забываю Няню забыть не могу Роза не роза, букет не букет Надо, не надо, пишите ответ Белая бумага, черная печать Наше дело спрашивать, ваше отвечать Скромная ветка сирени Тихо упала на грудь Милая радионяня Ты про меня не забудь То ли пирог, то ли тесто Сразу ответить нельзя Только любому известно Няня плюс дети, друзья Роза не роза, букет не букет Надо, не надо, пишите ответ Белая бумага, черная печать Наше дело спрашивать, ваше отвечать Ну ладно, друзья мои, шутки в сторону Переходим к следующей странице Медаль за улыбку Ребята, в одной из передач радионяни было такое место Помните? Ребята, а вы знаете, лучшее средство от скуки? Правильно Лучшее средство от скуки, смех А лучшее лекарство от боли? Лучшее лекарство от боли, смех А лучшее промокашка для слез? Ну конечно, слезы лучше всего вытирать смехом И во многих других случаях нам просто необходим Помните, мы тогда еще попросили ответить вас на вопрос Кого из взрослых в 1972 году наградить медалью за улыбку? И честно говоря, мы даже сами не ожидали, что вы пришлете так много писем Целых два мешка Да, мы не испугались, ведь нас двое Мы взяли каждый по мешку и прочли все письма Ох, ребят, как много разных людей вы предлагаете наградить медалью Очень много просьб наградить клоуна Юрия Никулина И у меня много таких писем Один мальчик так написал Я считаю, что самым веселым и замечательным человеком 1972 года является Юрий Владимирович Никулин Так считаю не только я, Леня Некрасов, но мои папа и мама, сестренки и братишки, да и не только они Вы, например, тоже так считаете, ведь правда? А, какой хитрый ты, Леня Мы не скажем своего мнения Радионяня не вмешивается в ребячьи дела Ведь это вы сами присуждаете медаль за улыбку И потом одни ребята просят наградить Юрия Никулина, а другие, их тоже очень много, представили к награде Олега Попова А кто из этих двух артистов вызвал больше улыбок, мы узнаем только в конце года, когда придут все ваши письма А пока мы можем сказать по секрету, что за Олега Попова пришло писем столько же, сколько за Юрия Никулина А в моем мешке очень много писем, похожих на это Вот, меня всегда смешит Аркадий Райкин Дайте ему медаль и еще приз, немецкую овчарку А сколько предложений наградить Евгения Леонова И маму чью? Леонова? Да нет, свою Вот, например, Витя Глушко из города и синдуки пишет Предлагаю дать медаль моей маме Мне было очень смешно, когда моя мама белила потолок и встала на стол Она, наверное, забыла, что находится на столе Шагнула вперед и упала Я очень смеялся, но недолго, потому что мама меня отшлепала О, минуточку, вот оно, нашел Очень интересное письмо Радионяня, привет вам из солнечного Дагестана Пишет вам ученик первого класса из города Махачкалы Тупчиев Эльдар У меня сильно заболел живот Меня положили в больницу и начал я умирать Тогда пригласили хирурга Махатилова Мажида Он сказал, что у меня лопнулся аппендицит и сделал мне операцию Спасибо ему Он мне возвратил снова радость и здоровье Прошу вас поздравить за меня хирурга Махатилова Мажида И наградить его медалью за улыбку Ну что ж, с удовольствием поздравим Дорогой доктор Махатилов Радионяня поздравляет вас с успешной операцией Спасибо вам, говорят режиссер Надежда Киселева Редактор Елена Лебедева Автор передачи Эдуард Успенский Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов И мы, ведущие этой передачи Александр Лившица и Александр Ливенбук Передайте, пожалуйста, привет всем дагестанским врачам и медсестрам А нянечкам радионяня шлет особый привет Знаешь, у меня тоже есть письмо о враче из Татарии Индира Валеева так пишет Я хочу наградить врача Ильяха Абдуловича Который выздоровел меня от страшной болезни Бронхит Вот видите, ребята, как врачам хорошо Все люди им очень благодарны за их труд Ну почему? Не только врачей благодарят, ребята Пожалуйста, Аня Еремина предлагает наградить учительницу Аня пишет В 1972 году больше всего смеху мне доставила моя учительница Ложкина Татьяна Александровна Я думаю, что я еще насмеюсь на уроках Письма про учителей я тоже читал И это очень приятно Но вот одно письмо меня просто расстроило Грустное письмо Нина Васильченко написала Я никого наградить не думаю Меня мало рассмешивали Знаешь, надо попробовать помочь Нине У нас есть много писем, в которых ребята предлагают наградить медалью за улыбку Писателя Николая Николаевича Носова Вот, например Когда нам бывает грустно, то мы вспоминаем книжки Носова Такие, как Витя Малеев в школе и дома Или приключения незнайки Они вызывают улыбку и смех Так написали Наташа Лебедева и Оля Тихомирова из села Палкино Костромской области Правильно Дорогая Нина Пусть тебя развеселят герои Николая Носова Внимание, внимание Сейчас я буду делать доклад об изобретенном мною воздушном шаре Внимание, ребята Я изобрел воздушный шар, который может летать И на котором мы с вами полетим путешествовать по воздуху По воздуху? Этот прибор представляет собой что? Кострюлю Что ты, незнайка? Совсем не кастрюлю А что? Кофейник И совсем не кофейник и не кастрюлю А котел, глупый, твоя голова Повтори, незнайка Котел, глупый, твоя голова Сверху у этого котла имеется что? Кры... Крыса Не крыса, а крышка В этой крышке имеется отверстие Верно, Пончик Отверстие Сбоку имеется что? Носок Верно, Сиропчик Если котел нагревать И накачивать в него воздух То воздух будет нагреваться И выходить через отверстие в крышке А если отверстие соединить с резиновым шаром То шар будет наполняться теплым воздухом И мы полетим Полетим На этом позвольте закончить У кого есть вопросы? У меня такой вопрос Кто может полететь на воздушном шаре? Все можем полететь! Ура! Мы смелые, умелые Ведем себя отмажно Мы шар воздушный делали И нам летит не страшно А как же будет выглядеть сама медаль за улыбку? Ребята прислали свои рисунки, вышивки Аппликации и подробные описания будущей медали Большинство считает, что на медали должно быть улыбающееся солнце Так как когда посмотришь на солнце, пишут ташлинцевы, Вали и Люды из Свердловской области Оно кажется всегда улыбающимся Солнечный день, веселый день И все вокруг улыбается А Саша Кривцов из села Никольской Амурской области считает, что вверху медали нужно изобразить солнце А внизу мальчика, который радуется и улыбается солнцу Нет, внизу надо нарисовать девочку, потому что девчонки всегда смеются, когда надо и не надо Так считают некоторые ребята А вот надписи, самые разные надписи ребята предлагают сделать на медали За смех, например, или такая надпись Без слез А Таня и Лена Исаевой хотят, чтобы на медали было написано Хохотушка А есть даже такие надписи Хо-хо, или хи-хи, или ха-ха И, наконец, даже стихи Коля Громов из города Любишь Ярославской области Сделал такую надпись От вас мы новых шуток ждем В награду вам медаль даем За шутки, если глянем вдаль, вас ждет еще одна медаль Мы тоже ждем Ждем, ребята, новых писем с ответом на вопрос Кого в 1972 году наградить медалью за улыбку? Начинается веселый урок Многие ребята просят нас разобраться в правописании безударных личных окончаний Глаголов первого и второго спряжения Это Галя Трещетенкова, Нина Алексеева, Алик Писаренков, Женя Петросян Между прочим, об этом же пишут и взрослые Только они просят своих фамилий не называть Ну что ж, начнем разбираться Я вот что предлагаю Давайте мы выберем кого-нибудь из нас И будем ему все объяснять А он как будто ничего не понимает Мы будем ему все растолковывать, а заодно и всем ребятам Правильно Давайте Вопрос только в том, кого назначить бестолковым Я думаю, Николай Владимирович Позвольте Позвольте, ребята, а почему меня? Ну как же, вы у нас самый опытный, самый знающий, самый квалифицированный человек Самый грамотный Из вас такой бестолковый выйдет, просто прелесть Спасибо за доверие, но я ведь и так директор радионяни, радиоволшебник, а теперь еще и бестолковый Это что ж, три нагрузки получаются? Не согласен А давайте проголосуем Кто за кандидатуру Литвинова? Я Я Раз и два Кто против? Я Против один Поздравляем вас, Николай Владимирович Надеемся, вы оправдаете наше доверие Спасибо, уважили Ну, теперь я вам покажу Я таким бестолковым буду, таким бестолковым, ничего вы мне не растолкуете Ну, что у вас там? Глаголы первого и второго спряжения Прекрасно А третье, четвертое, пятое спряжение, это что в следующий раз будет, да? А третье, четвертое и пятое, их вообще нет Нет, это меня радует, значит у нас будет меньше работы Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам Это изменение называется спряжением А что значит изменение по лицам? Ну, в русском языке есть три лица Форма первого лица показывает, что действие совершает сам говорящий Я иду и пою Форма второго лица показывает, что действие производит тот, с кем говорят Ты идешь и поешь Форма третьего лица показывает, что действие относится к тому лицу или предмету о котором говорят «он идёт и поёт». И вот изменение глагола «иду, пою, идёшь, поёшь, он идёт, поёт». И есть изменение по лицам. Ну что же, кажется, и мне, и, я думаю, всем ребятам теперь всё понятно. А сейчас я объясню, что такое изменение по числам. Объясните, Николай Владимирович. Предположим, я иду и пою четвёртого числа. Значит, глаголы стоят в четвёртом числе. А если я завтра пойду и запою, это будет пятое число. Значит, глаголы будут стоять в пятом числе. А потом в шестом числе, в седьмом числе, в восьмом числе. И так до конца месяца. Интересно. А ещё можно изменять по дням недели. Я иду и пою в воскресенье, это воскресное споряжение. Потом понедельничное споряжение, вторничное, черничное споряжение, клубничное споряжение. Что я говорю? Ах, ну да, я ведь самый бестолковый. Это я с вареньем перепутал. Всё вы перепутали. Глаголы могут употребляться только в единственном и множественном числе. Если я иду и пою, ты идёшь и поёшь, он идёт и поёт, это единственное число. А если мы идём, вы идёте, они идут, это множественное число. Прояснилось, прояснилось. Если действующих лиц больше, чем один, то глаголы стоят во множественном числе. Так, а теперь будем говорить об окончаниях глаголов. Глаголы первого споряжения имеют окончание у-ю. Я иду, пою. Ешь-ёшь. Ты идёшь, поёшь. Он идёт, поёт и так далее. Минуточку, минуточку, минуточку. Ешь-ёшь. Ем-ём. Ишь-уш. Ашь-яшь. Тут не только бестолковый, тут и толковый человек запутается, уверяю вас. Уж такого окончания нет. И ашь-яшь тоже нет. Вот сами видите, невозможно запомнить, что тут есть, чего тут нет. Давайте по-другому. Давайте мы возьмём два глагола первого споряжения, например, идти и петь. И проспорягаем их по лицам и числам в песенке. Тогда все ребята сразу запомнят, как в разных лицах и числах должны оканчиваться глаголы первого споряжения. Мы хотим, чтобы наш урок Вам пошёл, ребята, впрок Чтобы первое споряжение Никто забыть не мог Ой, сад, виноград, каменное здание Чтоб споряжение узнать Пойте вместе с нянью Я иду и пою Иду, пою Ты идёшь и поёшь Идёшь, поёшь Он идёт и поёт Идёт, поёт Мы идём и поём Идём, поём Вы идёте и поёте Идёте, поёте И они идут, поют Идут, поют Ой, сад, виноград, каменное здание Чтоб пятёрку получить Ой, и вместе с нянею Ну вот, теперь мы помним, как заканчиваются глаголы первого споряжения в разных лицах и числах А как быть со вторым? Точно так же Надо спеть песенку Мы хотим, чтобы наш урок Вам пошёл, ребята, впрок И второе, чтоб споряжение Им, им Вы стоите и твердите Идти, 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 идти И они стоят, твердят Отъят, отъят Ой, сад, виноград, каменное здание Чтоб пятёрки получать Пойте вместе с нянею Вот и хорошо Теперь мы знаем, как оканчиваются в разных лицах и числах глаголы первого и второго споряжения А вот как узнать, к какому споряжению глагол относятся? Это очень просто Из глаголов с безударными личными окончаниями А эти глаголы самые трудные Ко второму споряжению относятся все глаголы, которые в неопределённой форме оканчиваются наить Строить Строишь, строят Любить Любишь, любят Кроме глаголов брить и стелить И ещё одиннадцать глаголов Смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть Ой, 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 ой А нельзя ли, братцы, всё это изложить в песенке? Невозможно запомнить А что? Пожалуйста Чтоб споряжение от споряжения можно было отличить Надо песенку простую вместе с нами разучить Раз, два, песенка весёлая, разгоняем грусть Раз, два, чтобы все глаголы помнить наизусть Ко второму споряжению, чтобы долго не мудрить Мы относим все глаголы, что кончаются наить Раз, два, например, построить или распилить Раз, два, например, утроить или разделить Да, а как же быть с глаголом стлать, стелить и с глаголом брить? Ведь они, как утверждает грамматика, относятся к первому споряжению А очень просто, мы сейчас и их запомним Составляют исключение два глагола брить, стелить Только к первому споряжению мы должны их относить Раз, два, это значит стелют Стелют, не стелят Раз, два, это значит бреют И уж не бреят Прекрасно! И это, наконец, всё, да? Нет, Николай Владимирович, мы же говорили, есть ещё 11 глаголов Которые всегда надо относить ко второму споряжению Это глаголы слышать, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть Братцы мои, это очень трудно запомнить Давайте эти глаголы уложим в песенку Как вы там сказали? Слышать, видеть, ненавидеть Споём! Слышать, видеть, ненавидеть И зависеть, но терпеть Гнать, держать, дышать, обидеть И ещё смотреть, вертеть Раз, два, это значит дышат Только не дышут Раз, два, это значит слышат И уж не слышут Ну, всё Спасибо вам, дорогие мои объяснители Не знаю, как ребята А уж я теперь никогда не запутаюсь в этих окончаниях Весёлый урок окончен Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно А как добиться этого, пока что неизвестно Быть может, вы подскажете, как верные друзья Ведь это только в школе подсказывать нельзя Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У неё одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У неё одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Редактор субтитров А.Семкин